закончились праздники и наступили тяжелые трудовые бакинские будни я пришла с работы граждане погода я не могу я лохматая пришла у нас такая погода холодно ветер собачий сильный такой пронзающий я замерзла но как приятно приходить домой правда приятно с работы возвращаться домой дома тепло уютно у меня есть обед я его разогрею я вчера себе позаботилась что сегодня не наделать глупостей я вчера сделала себя обед вот так что я сейчас поем потом мне нужно будет еще поработать занятие но у меня на самом деле холодильник и морозильник уже пустые и мне нужно поехать за продуктами наверное это надо уже сделать вечером после работы но холодильник нужно сначала протереть в принципе у меня чистый это прячка просто пройдусь вот так хорошо полотенцесушитель такой теплый так погреться хорошо вот эту черную точку видите вот это знаете что это а комар вот так вот пришла весна а мы все жалуемся ну что теперь а теперь только так что не хочу стать первой едой этого комара не хочу чтобы мне это самое оно счастье такое улыбнулось что мои хорошие приехала я из магазина и сейчас у нас будет одна из ваших любимых рубрик продуктовая корзина обзор покупок давайте как обычно сначала по мясным продуктам в общем потому что нужно убирать в холодильник и в морозильник взяла 2 стейка семги здесь на 700 грамм точнее 700 грамм на 25 монат 12 копеек так буду я их отделить ну как бы я не замораживаю вот так вот в лоточках а я в кульки определяю один в один кулек другой в другой ну либо запариваю в общем как обычно либо в духовку ну по всякому дальше это у нас шея ну это баранье здесь 272 грамма на 3 монаты 94 копейки потом взяла куриные голени здесь на 482 грамма грамма и 2 монаты 44 копейки потом еще взяла вот такую вот ну написано в общем здесь эти кусочки филешки вот этой как и белуги белуга здесь 128 грамм на 16 монат 11 копеек попробуем дальше санта бремор взяла крабовое мясо ну мясо это только одно название так мне могут не забыть что я показывала а что еще не показывала хорошо было бы вот еще знаете первый раз взяла вот такой вот антарктик криль под копченый крем паста там еще был сливочно-чесночный а еще был классический по моему я не помню я крыль по моему я это от санта бремор я не помню я его пробовала или нет но если что попробую еще раз если вдруг пробовала и очень люблю я матея с вот эту вот отборную сель здесь я уже взяла вот такой крупные в баночке вот с картошечкой прямо захотелось я сейчас мясо уберу и продолжу я так быстро чтобы она все не залеживалась сразу беру в морозильник даже в этот раз и мыть тоже не буду я заверну что-то в пищевую пленку что-то вот в кулечке у меня здесь тоже seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be ok I move on each and every day the past is where it stays wait back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine посмотрите одно дело лоточки у тебя будут в морозильнике лежать а другое дело вот вы понимаете как столько места и все экономим место ну а теперь по молочке и не только так две банки сладкой кукурузы вот дальше одну банку ибелика это косточки маслины без косточек так слобода майонез сметанный свой любимый сыр с голубой плесенью на этот раз взяла один видать уже наелась вот взяла две такие баночки маскарпоне ну знаете как ко мне грозится аренка зайти арена это с которой мы были вот в Турции да к детям ее ездили но она у меня недавно была мы ели с ней тирамису ну в общем она сказала я это на днях зайду готовь мне тирамису ну вот я прикупила маскарпоне дальше взяла брест литовска сливочное масло 85 процентов вот две пачки тоже одну в морозильник одну в холодильник положу вот ряженку от савушкина кефир от савушкина и творог вот тоже от савушкина здесь 5 процентов жирности дальше а вот дальше я взяла от этой своей уже полюбившейся мне фирмы Гаймах сам Гаймах это сливки вот у них достаточно маленький срок видите вот 29 марта и 3 апреля срок маленький на самом деле вот и я в прошлый раз попробовала помните я прямо аж восторгалась вот от этого йогурта тоже этой фирмы Гаймах но также взяла с абрикосовым джемом очень понравился срок также небольшой вот и первый раз беру у них молоко тоже у этой фирмы Гаймах срок у нее тоже маленький где-то я вычитала ну где же ты был да что ж такое подождите ну где я а ой еще вот видите до 2 апреля то есть я вообще завтра с утра честно говоря я хочу кашку но знаете как если так посмотреть вроде как молочки много да вот это вот всего когда это все есть я знаете как все у чего срок годности уже так ближе сюда к сегодняшнему дню я кладу вперед то есть ем сначала это а то у чего есть срок годности больше я кладу на задний фон скажем так и вот так вот постепенно достаю доедаю один продукт потом за ним другой ну потому что я не могу так часто ездить в брау понимаете я люблю вот этот брау который на керогло вот таскаться туда часто я тоже не люблю вот я раз в месяц поеду закуплюсь вот так вот а потом спокойненько сижу у меня продукты потом как-нибудь там что-нибудь еще докупаю просто по надобности по мере надобности а так мне всегда хватает вот на месяц мне за глаза хватает всего что я покупаю так это я сейчас убираю в холодильник ну овощи и фрукты взяла вот ананас один одну манго взяла нужно чтобы полежали и ананас и манго яблочки вот же взяла 4 штуки 4 киви вот хотела апельсин но последний раз съела апельсин слушайте он такой бы горький как будто чем-то накачан я уже так посмотрела на прилавках смотрю какие-то они вообще очень странные но реально ощущение что они чем-то накачаны честно говоря уже побоялась такая горечь какая-то знаете у апельсинов я не понимаю вот как так вы вообще ощущали пробовали нет встречалось вам такое мне не первый раз встречаются такие горькие апельсины так что я побоялась взяла один пучок это салата листья салата и один айсберг салат вот овощи, фрукты все очередь дошла до вкусняшек но сначала покажу вот взяла три такие приправы это приправа для ароматного мяса здесь это черный молотый перец он у меня уже закончился а это приправа с острым красным перцем и чесноком для курицы вот похрустеть фисташки взяла вот эти вот турецкие пикантные конечно мои любимые снеки от Милка три штучки дальше вот эти вот канистрели мне нравятся амбрасяна ну нравится мне правда мне там понравилось еще знаете что там было сейчас я скажу лимон Милк лимон Милк хотела попробовать но посмотрела на срок вижу что там уже такой срок подходящий к концу поэтому я не приобрела вот и вот эти вот я брала кокосовые тоже печенюшки мне понравились очень вкусные и две пачки взяла вот эти Матильда Веченца это савоярди вот ну тут они как раз на две порции этого тирамису вот на один раз потом на второй раз у меня все время на одну и ту же форму идет одно и то же количество савоярди одна пачка сливок и одна маночка такая маскарпоне вот взяла конфетки к чаю вот такие вот Джонни Крокер это знаете здесь ну Атрашен этот вафли шоколадные вот мне нравится вообще я сами конфеты не пробовала буду пробовать первый раз но вообще люблю вафли в шоколаде вот и еще тоже Атрашен взяла вот такие вот Канди Нут я так поняла что это нуга да да нуга вот это у нас с чем смотрите это крем какао а еще взяла вот такой вот это сейчас секундочку крем-брюле вот немножечко этих немножечко этих взяла на 80 сколько 82 грамма да он сейчас очки одену секунду так да 82 грамма на 84 копейки взяла 82 грамма вот так вот видите я как шиканула аж целых 82 грамма взяла и эти конфеты значит 168 грамм манат 59 копеек вот мои вкусняшки ну а тут у меня вот так вот скромно в уголке осталась такая бытовая продукция диски ватные силк губка банная я отчасти меняю губки беру все время вот это она хорошую пену дает донистос всегда беру такой маленький формат 500 миллилитров салфетки как всегда много их не бывает это диспенсерные салфетки для ванны влажные салфетки тоже и в ванной и на кухне и в туалете туалетная бумага два рулона папе как всегда я себе не изменяю салфеткам тоже так что вот и сделаем бумажные полотенца тоже эти всегда мне нравится вот вы знаете как человек привыкнет к одному да и уже все вот я например такой в этом плане я что в плане продуктов что в плане вот бытовой химии что даже вот элементарно взять салфетки вот когда привыкаешь вот пользоваться например одними салфетками ты же уже их в руках чувствуешь правильно и уже как-то на другие когда переходишь ты понимаешь что уже плотность не та ну поговорила как обычно с вами все на этом закупки мои закончились а ты видишь день встречи это день когда мы друг другу дарим наше драгоценное время вот вот так вот ну чё дайте повод для комментариев пусть мой цвет волос тоже оценят ага да как вам цвет волос мадам перекрасила ну почти я люблю пока никто не замечает что у меня меняется вообще ну я люблю когда ты красная я тоже люблю когда я красная но у меня сезонная твои голубые глаза красная самая она я как заяц зимой один цвет в этом году потихоньку высветляется мы сделали заказ и это ждем сидим слюни пускаем мы сейчас покушаем потом поработаем у каждого своя работа мы заказали тунцовый салат и семгу где на гриле на мангале не помню из гора не знаю что ли точно да да на мангале на угля вот так что мы сейчас пообедаем а у нас типа потом это деловые колбасы для типа у каждой своей работой называются на выходной собрались вот так вот так вот так вы знаете вот можно не показать еду но не показать десерт просто не вас в кофемане вот это вельвет ну это красный бархат рулет такой внутри в общем это клубничный там клубничная начинка с джиллом наверное у меня это мокко да мука а у камы что у нее здесь у нее здесь медовик шоколадный и еще у нее ладе и она тут это в поте лица трудится трудится без отрыва от производства так что мы сейчас будем десертничать вот перерыв у нас от работы на болтом все хватит давай заканчиваем будем склетничать с в 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